Открытие 19-й Международной школы практикума молодых ученых-юристов стартовало 30 мая в Императорском зале главного здания Казанского федерального университета. Десятки высококлассных специалистов и еще только начинающие свой профессиональный путь студенты встретились на одной площадке для единственно важной цели – обсудить решения глобальных задач по установлению справедливого международного порядка, устойчивого развития и экономического роста. В условиях многополярного мира заданная тема особенно актуальна. В начале мероприятия традиционная торжественная речь от гостей и участников школы практикума. Уверен, проведение столь важной дискуссии окажет дополнительное влияние на развитие международного сотрудничества и позволит на высоком экспертном уровне рассмотреть актуальные вопросы в области юридической деятельности. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, желаю вам плодотворной работы и успехов достижения поставленных целей. Глубоко уважаемые коллеги, гости и участники 19-й международной школы практикума молодых ученых-юристов. Проведение школ молодых ученых-юристов имеет давнюю традицию. Еще в советские годы такие школы проводились на базе различных научных и вузовских центров. Многие ныне известные ученые-юристы до сих пор с теплотой вспоминают живое общение участников этих школ. После торжественного открытия коллеги перешли к главной теме школы практикума. На пленарном заседании широко обсуждались актуальные проблемы взаимодействия международного и национального права. БРИКС как среда формирования правового пространства нового типа, перспективы международных организаций, интеграция правовых систем стран объединения и другие вопросы. Заведующий кафедрой европейского права Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России Марк Энтин предложил новые подходы к взаимодействию международного, наднационального, транснационального и национального права. Задача номер один для Российской Федерации, точно так же, как и в отношении перестройки внутренней экономики, это заключение, массовое, системное заключение международных соглашений, которое бы вводило в НРБ или, еще лучше, национальные режимы в отношениях с другими странами, дружественными странами. Это бы распространялось на все внутреннее право интеграционных объединений. Это бы дало колоссальный экономический эффект, как непосредственно, так и колоссальный экономический эффект с точки зрения недопустимости следовать вторичным санкциям. Далее стартовала программа секционных заседаний и круглых столов. Заведующий кафедрой международного права Института законодательства и сравнительного правоведения Анатолий Капустин стал модератором секции, посвященной институционализации правового пространства БРИКС. В ее рамках коллеги ответили на ряд вопросов, от общих к частному. Что такое БРИКС, чем она может быть, организации, клуб и так далее. Мы эти вопросы обсудим. Ну и какие-то конкретные вопросы сотрудничества в различных отраслях, которые сегодня входят в все деятельности этого объединения. Мероприятия школы-практикума продлились два дня. Если весь первый день секционные площадки и круглые столы работали на базе лишь Казанского федерального университета, то 31 мая участники переместились в университет Иннополис. Модератором двух секций правовое просвещение и антикоррупционное воспитание в странах БРИКС и легендой юридической науки стал Николай Черногор, советник директора Института законодательства и сравнительного правоведения. На последний говорили о Валерии Лазареве, главном научном сотруднике Центра фундаментально-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, академике Российской Академии естественных наук. Он был здесь студентом, он был преподавателем, вообще целый этап большой его жизни связан с Казанским университетом. Рубрика у нас традиционная, мы стараемся таким образом не только сократить дистанцию между начинающими, молодыми учеными и теми, кто состоялся в науке и более того заслужил такое высокое звание, пусть не официальное, но тем не менее легенды юридической науке, потому что на самом деле эта дистанция, она психологическая существует. Я по себе знаю, когда я еще был молодым аспирантом и приехал учиться в Академию управления МВД, где Валерий Васильевич тогда возглавлял кафедру, я понимал, насколько, или во всяком случае, может быть, даже заблуждался, а не понимал, что эта дистанция, она очень длинная, трудно преодолеваемая, хотя на самом деле оказалось это не так. И я считаю, что одна из миссий вот этой панели, она как раз состоит в том, чтобы немножко сократить эту дистанцию между студентами, аспирантами и мастидой профессорией. Сергей Синицын, советник директора, главный научный сотрудник Центра частного права Института законодательства и сравнительного правоведения, также 31 мая предстал перед участниками школы-практикума сразу в двух ролях – спикера и модератора. Научные школы, Институты законодательства и сравнительного правоведения и Казанского федерального университета. Так звучала тема секционного заседания. Я хотел бы сказать, что в первую очередь юридическая школа Казанского университета и Институты законодательства, когда-то был Всесоюзный институт юридических наук, в общем-то побратимы, потому что основоположники школ, которые в Институте законодательства сформировались, я имею в виду и профессора Братуси и профессора Агаркова, имеют значительную историю и быт в Казанском университете. И, собственно, зрелость идей, я думаю, что это наше общее достояние. По словам специалистов, проведение школы молодых юристов поспособствует правовому просвещению в области развития национальных правовых систем стран БРИКС, а также созданию нового научного направления, цель которого – изучение стран БРИКС как фактора международного сотрудничества.